В прошлой программе мы начали знакомство с потомственным врачом в нескольких поколениях Дмитрием Романовичем Ракитой, который оказался настолько увлекающимся человеком, что отснятый материал просто не уместился в рамки одного выпуска. Сегодня Ракита-старший гордо говорит о своей роли деда. Смотрите продолжение прямо сейчас. Конечно, он переживал, когда сын выиграл грант и принял решение уехать. Зато в поколение врачей прибыло. Невестка тоже востребованный доктор-стоматолог. А Дмитрий Романович с удовольствием теперь практикует в новой, не менее ответственной должности любящего деда. Больше всего меня, конечно, поражает, когда вот внук, например, начинает со мной говорить по-русски, его кто-то чего-то на улице, значит, спрашивает, он тут же переходит на чешский, с чешского на немецкий, с немецкого на английский. Внук Дмитрия Ракит играет в одной из ведущих команд Чехии в своей возрастной группе «Вышевоград». Так что если и есть что-то, способное вызвать слезы на глазах этого человека, так это достижение потомков. Когда-нибудь и его внуки будут гордо показывать журналистам семейные трофеи Ракиты-старшего. Вот эта трубка передавалась у нас по, так сказать, по поколениям. Она у меня сейчас до сих пор цела. Какой была настоящая фамилия их рода, он не знает и сам. Очевидно, что она претерпела изменения вследствие переезда. В Белоруссии, где его потомки тоже когда-то жили, произрастает известный одноименный кустарник, похожий на Иву. Кстати, он вполне мог стать первым Ракитой, прославившим свою фамилию в какой-нибудь другой области. Еще в раннем детстве охотно увлекся автомобилями. Помню, педальный такой у меня автомобиль, что являлась, в общем, гордостью моей и предметом вождеявления, значит, моих приятелей. Да, и все на ней, значит, ездили, пока ее не добили. К 14 годам он уверенно водил настоящий грузовик. Какое-то время даже занимался автоспортом, пока не ударился головой, и мама благополучно не запретила это опасное занятие. Скажем, химия и биология – это был мой конек. Родители не хотели, чтобы я шел в медицинский институт. Они говорили, что хватит нищету плодить, хотя сами были очень преданные своему делу врачами. Как ни странно, но ему пришлось долго доказывать родителям, что медицина – его единственный серьезный интерес. Даже пришлось нанять репетитора по физике, что в те времена еще не было привычной практикой. Как сейчас помню, настолько исчерпывающе рассказал роль мух в переносе инфекции, что они просто были поражены, и, по-моему, для себя некоторые новости открыли в моем ответе, потому что они были учителя биологии обычной. Но у меня, конечно, знания в этой плоскости уже были и от родителей, и я много читал. Сколько лет прошло, а Дмитрий Ракита до сих пор с теплотой вспоминает родную 44-ю школу. Есть в его биографии и еще один очень любопытный период – работа в городском комсомольском штабе. Сколько врагов он тогда себе нажил? Я был достаточно радикальный, высказываться очень любил, был неудобен. Но, несмотря на прямоту, за короткий срок стал руководителем пресс-центра, а затем комиссаром и секретарем комитета комсомол и школы. Позже один знакомый в своем эссе напишет так – Дмитрий Ракита уже тогда отличался политической активностью. В ВУЗе его даже назначили председателем комиссии по разбору персональных дел. Спасал людей. То есть я разбирался с проступками комсомольцев, студентов наших, довольно объективно, в чем себе шишек набил во взаимоотношениях с администрацией. Он с юности привык руководить большим коллективом. Еще студентом командовал вот такими сельхозбригадами, состоящими из однокурсников. Дорос до целого штаба в Сараевском районе, а это уже полторы тысячи студентов. И, конечно, не думал, что здесь, на бесконечных грядках, встретят свою единственную любовь. И это еще одна семейная история, ведь влюбился он сначала в фотографию, а уж потом познакомился с самой девушкой. Ну и вот тогда, значит, я увидел вот эту даму, вот, она мне сразу очень понравилась, вот. Ну и вот с тех пор, это сентябрь 73-го года, мы практически с ней вместе. Это моя жена Марина. Родителей знакомить не пришлось. Оказывается, они уже были давними друзьями. А вот с Мариной их познакомила общая подруга. Как мальчишка, он пылко читал ей стихи, рассказывал анекдоты и настойчиво ухаживал. Впрочем, почему в прошедшем времени до сих пор делает все, чтобы супруга чувствовала себя за мужем. Я жену свою люблю, поэтому стараюсь ее оберегать. На самом деле он удивительный человек с массой самых разных увлечений. Ну, казалось бы, зачем успешному врачу занятие лицедейством или несколько прыжков с парашютом? А есть и такие вехи в его жизни. Несмотря на график и прочие нюансы, он всегда находит время для того, что любит. Например, и этот серьезный член семьи появился сразу же, как только они переехали в отдельную квартиру. И этот маленький барсучок постепенно рос, рос и вырос вот через полгода вот в такого вот монстра. Мы жили вот там, где находится автовокзал и центрально-районная больница Рязанского района. Она находилась очень недалеко. Вот. А у нас была кавказская овчарка, дик. И самые яркие воспоминания детства, это у меня такие, что я его запрягаю в санке, вот, или в колесную тележку. И, значит, к восторгу почтеннейшей публики ему кричу, дик к папе. И он, значит, меня вдоль улицы несет на этой тележке или на санках, значит, туда, а потом обратно. Если о работе, то он противник поклонения креслу. Его учитель, профессор Гармаш, никогда не кричал на подчиненных, а облекал все свои распоряжения в форму просьбы. Дмитрий Ракита позволяет себе ироничные замечания. На них не обижаются, но к сведению принимают. Главному врачу приходится думать о таких бытовых вещах, как лавочки и клумбы для пациентов, гостевая парковка и текущий ремонт. По хозяйски он обходит свои владения и от медицины переходит к вопросам насущным. Совсем как когда-то папа. Вот в котельной идет подготовка к зиме. В гараже появились две новые машины. Одна для обслуживания офиса врачей семейной практики, которую открыли год назад. Вторая – легковушка для дальних поездок. Я бы сказал, что сегодня в работе главного врача главное – это экономика. Мы записывали эту программу еще накануне появления новой мемориальной доски на фасаде Вуальма Матер. Она будет посвящена основателю школы сосудистой хирургии Павлу Григорьевичу Швальбу. О том, сколько инстанций нужно пройти, чтобы сделать кардиологический диспансер хоть немного лучше, он тактично умолчит. Жителям неинтересны истории о новом бордюрном камне, зеленом газоне или передовом медицинском оборудовании. Я всегда объективен и пытаюсь все свои решения и действия аргументировать, так, чтобы они ни у кого не вызывали неприятия и каких-то ответных негативных реакций и действий. Ну и напоследок еще одно откровение. Мало того, что Дмитрий Романович Ракита не чужой и нашему брату-журналисту написал несколько зарисовок и даже очерк, так он, оказывается, еще и заядлый геймер. Подсел я последние пять лет на них. О том, что Дан Обер – это его ник в сети, действительный член российского, европейского и американского кардиологического общества, член европейского респираторного и американского таракального общества и отличник здравоохранения, знают лишь избранные. В жизни, несмотря на прямоту и даже радикальность, он предпочитает улаживать ситуацию исключительно мирным путем. Большое счастье то, чем ты занимаешься, доставляет тебе удовольствие. Надо сказать, во время записи нашего долгого интервью его сотовый телефон звонил то и дело. Друзья, коллеги, близкие, пациенты, которые переживают за свое состояние здоровья. Ни разу он не позволил себе из потомственного доктора превратиться в напыщенного светилу науки, который прячет свое эго под белым халатом. Его призвание – лечить людей, и этому учили его знаменитые предки. Хорошая биография для маленького юбилея, с которым одними из первых его поздравили близкие. Я поздравляю с днем рождения своего дедушку и свою бабушку, чтобы у них все было хорошо, чтобы они были здоровы, чтобы у них все было, и мы их очень любим. Привет, бабушка с дедушкой! Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам счастья и здоровья! Дорогие наши дедушка и бабушка, поздравляем вас с юбилеем, желаем вам здоровья и счастья, и чтобы, несмотря на взрослых внуков и детей, вы всегда оставались молодыми. Ура! Мы от всей души поздравляем Дмитрия Романовича с 60-летием и благодарим за то, что сумел воспитать целое поколение людей, отчетливо понимающих, что значит быть настоящим врачом, а не просто человеком в белом халате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова